Проблемы эпизодической ситуации по бруцеллезу и формированию электронной очереди Гарден дошкольной организации города Уральска рассмотрели на очередном заседании проектного офиса Ахжаи Кадалд-Калана. Поводом для проведения данного заседания послужили многочисленные жалобы, поступающие в антикоррупционную службу, в том числе посредством социальных сетей, а также результаты оперативно-следственной практики. За круглым столом были даны разъяснения о проводимых ветеринарных мероприятиях, процедурах отбора и лабораторного исследования образцов крови животных. Владельцам скота, выявленного на бруцеллез, выдаётся предписание о сдаче на убой в течение 15 дней. В случае, если вы не согласны с результатом исследований, они проводятся повторно. Разъяснительные встречи с сельчанами проводились практически в каждом районе. Доставка скота на убой производится бесплатно. Также здесь рассказали, что с прошлого года в области внедрена система электронной очереди на приём дошкольной организации. С начала года был выявлен ряд фактов некорректной работы системы. Участникам мероприятия рассказали, какие меры принимаются по их устранению. На сегодня в области функционирует 50 государственных садиков, плюс столько же частных. А также порядка 30 мини-центров работают при школах. С 2018 года по сегодняшний день от родителей поданы 14 тысяч заявок. Из них 10 300 в госсадике и около 4 тысяч в частные. На сегодня в очереди около 17 тысяч детей. Городской отдел образования принимает ряд мер для улучшения работы системы. Бывает, что из-за слабости интернета срываются методы приёма. Но мы наладили тесную связь с разработчиками сайта, которые находятся в Астане. И в случае срывов, повреждения и неполадки тут же устраняются. По итогам заседания уполномоченным органам даны рекомендации и предложения по улучшению качества указанных услуг и недопущению коррупционных проявлений.